ну что друзья уже третий день собираю зло сегодня сходил переставил резину как надо да кстати надо проверить не травит ли сосок смази ниппель проверяем традиционно свиньями но чтобы потом сегодня там не остались все продуваем здесь все хорошо покрышка стоит как мне надо и как на рекламных плакатах дальше сюда закачано жидкость антипрокольная вот такая антипрокол типа штаты типа что-то не знаю наверно в одессе сделано как обычно на дерибасовской на по два деления хоп на каждое колесико на старое зло залил одно отверстие не проявляет себя никаким образом которое было которое сделали наверное когда катались тогда поэтому кушах гоняем да еще тогда после этого я залил и все нормально не надо подкачивать ничего здесь все норм здесь все норм рекомендую по крайней мере для зла хочу суток закачать надо набраться решимости и сделать ни разу пусть вы и не хочу и не хочу разломных грас прокалывал что может супекс и не могу я не знаю но хочется быть уверен короче осталось собрать колесико осталось собрать колесико весь нержавеющий крепеж есть сейчас я буду это делать воспользуюсь помощью андрея колесо не располовинено целиком с одной стороны винты у нас стоят то есть вот алюминиевая вставочка она разошлась чтобы можно было да андрюха я тебя хочу попросить воспользоваться тем что ты здесь тянуть всегда удобней вдвоем придерживать что корпус а сейчас мы запустим вот эти проводки сюда сейчас я надеюсь вам будет как-то это видно она андрюха просто быть рядом просто быть рядом колесико 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 наверно надо поставить его взять за ручку которая откручена и просто надеть но перед этим проводки засунуть по месту начать с проводов которые управляющие с клеммками потому что оттуда видишь и которые с клеммками вот одну я запихнул один вот теперь второй не вижу ничего из-за твоей руки выбирай руку вот ты можешь просто выдернуть его и все чуть-чуть чуть-чуть подведем и подведем и чуть-чуть все и 2 нож подведем быть все а дальше с внутренней стороны я опять не вижу из-за твоей руки надо вставить остальные раз посмотри ты внутрь в арку видишь что-нибудь тогда вот помоги мне ставить остальные они не туда идут и еще один там еще один это профиль верные потом видишь по что-нибудь ну вот синий коричневый а там еще желтый есть виде желтый но выдерни его до себя и потом понаправь мою сторону вроде сюда и направлен но направлен но не выше он направлен но не вышел в шоу стоит давать его надо выдернуть и вставить опять мордой выдерни его то он не туда направлен запутался немножко его расправь правильно правильно пихай пихай не ты его загибаешь мы примем его вот он загнутый андрюха выпрямива он буквы изю какой-то все хорошо скользишь а цена госавтоинспекция люди которые мы платим деньги чтобы на дорогах было спокойно и порядок был да не просто кто-то думает что они работают он для себя от таких сейчас избавляются посты закрывается так самосознание граждан повышается кто-то сигареты прошло прям запах пошел так чуть-чуть стоит над душой так сейчас надо завести хотя бы одну одна завелась это не видно на от это завелось если она завелась то было бы уже легко завести вторую все вот это уже зашла теперь осталось вторую завести не андрюха знать не отвлекайся он просто туда убегает стояма стояма погоди без спешки сейчас стойку надо это сначала поставить вот поставить по месту тогда будет легко поставить все все теперь все хорошо все теперь можем плавненько соединять вот таким образом не до конца разъединенный корпус позволяет нам поменять кольцо если в этом есть нужда дальше что необходимо взять винтики андрюх если не сложно вот здесь сверху просто придержи можно прислонить а вот не отпускай вот этой стороны винты не прикручены с этой стороны винты не прикручены так ручка беру винты резьбовой фиксатор вот я надеюсь вам видно так запись идет винты которые вставляются в корпус которые скручивают корпус с алюминиевой пластины их я сажал с той стороны на силиконовый герметик по идее можно сделать так же наверно да зачем менять коней на переправе ну да потому что все показывает да этот дешевле эффективно и эффективность тоже хотелось бы верить но заканчивается он тоже купить но он вроде какой ходовой мне должен был быть еще до силиконка расходуется очень хорошо можно даже тубусами покупать их а ты давай покупал да я два покупала один должен быть еще где-то красненький по-моему должен быть еще что-то как-то не видать чтобы там что-то было что же закончилось не он наверно просто уже того этого самого вот так что то есть и на это что то я сейчас буду сажать винты вставлю на на без разницы тут на что ставить корпус стягивается плавненько мне нравится как сделано это колесико все хорошо только единственное что были бы если бы стяжку ты ставил нет нет стяжка была на китайские стяжки из китая не думал провода чем-нибудь покрытие помните там тот раз лопались мысли даже не было такой мысль не пришла в голову чем как справиться с этой напастью надо чем-то какой-то сверху такой вот термоэкран я вот чтобы было до сквозь сделать да да лучше а если вот что на кого-то нападали вот как вот на этом проводе такой ну это силиконовые да а есть же такие тканевые я когда я думаю это типа змеиная шкура она просто изношу износа стойка но такие вот как будто бы тряпишные твердые такие вот они есть вот надевается на провода нужно жаропрочные жаропрочные но внутри колеса я же не надену мне придется отпаивать отваривать я все-таки не перестаю надеяться что это того что я супер экстремально все это дело а ты хочешь теперь по-другому делать ну как бы не то что хочу по-другому делать я хочу агитировать зато производителей чтобы они нормально делали чтоб мы когда тратим деньги во второй генерации внутри что-нибудь изменилось ничего не заметил до статьи чего не заметил сейчас надо понять у меня винты которые корпус связывали верхние они определенной длины и нержавеющие они обязательно должны быть либо такой же длины вот все слава богу сейчас надо выбрать сразу необходимое количество их я тоже ставлю нержавеющими просто хочу чтобы все было хорошо 4 1 2 2 3 4 4 5 6 6 штук 6 штук не надо таких нержавеющих так вот они лежат уже все хорошо да они они вкручиваются у нас получаются одна вкручивается которая у порта зарядки да здесь совсем большой вот такой здесь одна которая у порта зарядки вкручивается в алюминиевая основу основная а остальные вкручиваются в металлические вкладыши сейчас покажу да этот вкручивается у нас сюда эта ручка как раз прикручивается ручку я уже могу прикручивать вот это не подходит мне крепление не подходит мне это крепление сюда надо каким-то образом другой шестигранник что там глубокий колодец да там глубокий колодец шестигранники у меня а шестигранники у меня как всегда бог знает где а вкрутить их надо потому что почему у меня так получается потому что здесь другой шестигранник откручивал я как раз этим а закручивать надо большим а вот эта куча черных винтов это все от зла да это все от зла и эти силы отправятся в переработку в лучшем случае они отправятся на нашу испытательную фабрику на которой мы будем испытывать всякие жидкие диэлектрики антикоррозийные составы и все такое блин мне нужен шестигранник в синенькой коробочкой лежали у тебя да в синенькую коробочку я куда-то положил ищем инструмент пауза короче биту не удалось мне найти завтра придется идти покупать где-то она потеряна закручивать я буду сейчас звездой которая отлично держит держит это все но обычной мышечной силой своей не электрической отверткой а мышечной силой инструмент берегите не разбрасывайте как я вообще старайтесь делать все правильно по возможности так дальше вставочки металлические вставляются у нас пишешь вот сюда закладные да эти закладные чтоб они так же не разбалтывались так же на герметике все это фигачу вот так же я все и теряю все на ровном месте все на видном месте лежит самых доступных места я с ужасом понимаю что если было бы больше места порядка больше бы не стало порядок в голове это хорошо что я это понимаю значит я на полпути уже к порядку так как говорят сумасшедшие не признают себя сумасшедшими ни при каком раскладе а поэтому я не перестаю себя убеждать в том что я на всю голову трат ну и хейтеры меня в этом поддерживают поэтому спасибо им огромное а еще один винтик у нас который заходит в основу в алюминиевую вот так вот вот здесь вот по самому верху сколько у нас времени уже через 15 минут 9 часов будет завтра у нас уже новый месяц июль ужас какой правда ведь скоро Андрюха скоро поедет в отпуск из отпуска нам будет присылать видеозаписи из прекрасной страны нет это уже по приезду ну кто знает может и там может там интернет у вас супер такой хороший в красной страны у меня будет приходить видеозапись еще прилет из прошлого который проснимал сейчас я что сейчас по зоопарке можно случайно последовательность какую-то нарушить действий но я сейчас просто скручиваю корпус здесь таких недостатков у корпуса нету что сначала лучше прикрутить его к стойкам как у Гатвея а потом только скручивать уже вместе здесь все подогнано очень хорошо в этом плюс если бы это все было подогнано еще на нержавеющий крепеж это было бы вообще грандиозно ну вот про последовательность я сказал взял и зафигачил без закладной винт и сейчас чтоб достать надо будет повозил как сам Андрюха ты же сможешь там проехать здесь столько интересных мест везде надеюсь блин ну ты понял если ты кого-то захочешь поставить на колесо ты главное там это купи теплозащиту двусторонним скотчем обойдутся обойдутся пускай ролики смотрят да да точно а то потом когда надоест уже не интересно согласен опа все все на обычный силиконовый герметик ставлю как дополнительная это у нас изоляция шумоизоляция будет прикрутил 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 что я здесь не сделал ручку я здесь не сделал внутрь ручки я ничего не закачал из диэлектрика вот эта кнопка я не знаю ее механизм насколько она защищена от дождя возможно в будущем просто надо сделать на ней козырёчек из пленочки скотчиком просто если по урагану по буле собираетесь кататься рекомендую просто наклеить сюда скотчик такой сверху хоп что просто туда влага не попадала но у меня не было прецедентов хотя у меня не сделана гидроизоляция вот этой кнопки дальше что остается сделать можно прикрутить фонари можно чтоб просто они не болтались вот почему ну как вариант а то все варианты он перебрал бы не если бы все перебрал я бы уже давно раскрыл эту тайну здесь вот у нас проводочек таким образом проходит 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 и в краешек уходит и держится он у нас здесь на приемовском вот таком скотчике его можно дополнительно еще фигануть на что-нибудь силиконовое вот там есть белый силикончик и туда я могу еще прозрачного капельку вдруг я растревожил капелькой там мазнул здесь все хорошо здесь все хорошо здесь все хорошо все это я приложил проводки здесь провел здесь все хорошо сделано в плане того что продумано где какой проводочек будет проходить это очень круто очень здорово еще было бы изумительно говорю если бы крепеж вот этот который используется здесь был бы нержавеющим так мне осталось сейчас поставить винтики винтики нержавеющие я сейчас пойду за ними все отвалится ничего страшного а где винтики а вот винтики винтики есть у меня разные можно ставить туда совсем маленькие можно ставить побольше подлиннее вот такие винты совсем малявки там стояли только на педалях закрутку ставлю минимальную просто чтобы время экономить буду закручивать на это никаких резьбовых фиксаторов сюда помню свой предыдущий опыт я ставить не буду никаких резьбовых фиксаторов сюда ставить нельзя резьба зафиксируется резьба зафиксируется втулочки под вылетит наживил все ставим просто на силиконовой герметикой все открутиться отлично само точно не открутиться найду так вот здесь очень аккуратно надо сначала попасть по резьбе и только потом крутить это очень важно потому что в зле все сделано так хорошо что такое чувство что тот человек который за дизайн отвечал он и сюда залез и сказал а вот здесь стулочки под углом поставьте не надо ровно надо красиво это радует сразу видно что сделано человеком с инженерным образованием молодцом своего дела а может это искусственный интеллект нейросети и ни фига не человек разработал дизайн как там у Артемия Лебедева и Николая Айронова да дизайн за 100 тысяч рублей компьютерной программой да так плавненько без нажима безо всего убедившись что мы все хорошо делаем так сейчас сюда сюда переставлю в силиконочку аккуратно без спешки убедившись что все идет по резьбе и затягивать будем подтягивать строго ключиком нужно еще убедиться в чем вот здесь у меня резинки вот эти идеальные зайдут ли у меня они с этими винтиками а не каждая резиночка под свою сторону да каждая заглушечка под свою сторону может ты меня может ты мне скажешь что нет не под свою сторону посмотри на них сам допустим раз два а я пока две разные две разные цифра три и цифра два на них и прорези у них такие три с одной стороны кажется что это должна быть левая и правая раз а тут с другой стороны прорезь ага вот прорези с прорезями очень хорошо это значит что с прорезью с этой я давай-ка покажем что здесь тоже есть посадочные места то есть по другому резиночку как бы поставить можно но станет она плохо поэтому вот с этой прорези я ставлю вот нет а с этой сюда винты у меня чуть другого размера хватит ли резиночки зайти хватило да надо постучать по валу давай-ка вот здесь я все обтянул все обтянул не попал немножко провернуть там понимаешь в чем дело Андрюха там винты у меня головка может у них отличаться по размерам вот так зашла ну там прорезь с другой стороны да одна там же головочка там другая по размеру вот на силиконовый герметик не 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 все хорошо все чудесно там а так силиконовый герметик должен быть ну чтобы не вылетела окончательно сверху скотчем залепить ну изолентой черной главное чтобы эта штука никуда оттуда не делась вот этот черный кусочек не 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 это будет колхоз ты что не будет даже амитно а это будет колхоз не имени ленина а какой-то путь в никуда светлый путь вот это аккуратненько притянули здесь усилий никаких не надо это притягивает вообще резинку только сорвать здесь ничего не сорвете просто резинка пойдет на выпирание будет выпирать а это некрасиво ну что задний фонарь стоит центральную резинку самую сложно вытаскиваемую где она кстати и каждый страх каждый раз страх возникает в организме когда я чего-то не могу найти уж слава богу здесь винт никак не влияет здесь она всунулась здесь они как-то не очень можно ехать уже в принципе можно ехать было бы если бы ну это то лучше как мало что что резиночка вот это не афти ну вот надо сейчас будет ее повтыкать фарку вставляем фарку аккуратно в разобранном виде он похож на V11 так ты знаешь как оскорбить на InBot вот это вот на балдашник сверху такой вот так винтики 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 и силиконочка все сажаю короче на силиконку хейта будет наверное немыслимое множество но пока я не нашел резьбовый фиксатор который используется здесь или в ноутбуках который как красочка такой с наждачечкой силикон я считаю лучше потом можно наверное устать все это очищать но выкручиваться то точно все будет нормально и причем не самопроизвольно а только под усилием Андрюха можешь направить чуть-чуть меня колеса ага убедились только после того как убедились только после того как убедились закручиваем и пошел непонятно надо отпустить наверное этот ну что в очередной раз зло перегрелось не зло гоупро да зло еще пока нет а я уже заговариваюсь а мы еще даже не прикрутили ключевые элементы да как-то туго да очень некрасивый звук отвратительный звук очень не очень это как-то поэтому кручу ручную очень подозрительно очень подозрительно согласен но я винт взял другой все закручено до упора здесь все хорошо дальше можно прикручивать стойки я так думаю жопку прикрутил жопку я прикрутил перед и жопку я прикрутил можно прикрутить даже переднюю защиту уже она у меня здесь лежит ну я думаю это можно потом выпустить пускай 9 часов ночи халтурит так ну что защиту можно ставить по идее здесь ничего на герметик сажать не надо она и так резиновая а вот винты то конечно надо обязательно причем винтики можно брать как совсем короткие так и подлиннее хотите чтоб колесико стало полегче можно взять винты короткие хотите чтоб чуть-чуть потяжелее можете взять подлиннее так это короткие вот я даю в винтах запутался а нет вот же они есть стоп постоянно точные то они есть нет это короткие винты а куда я делал длинные винты они же вот здесь у меня перед глазами прямо лежали вот что значит когда человек устал надо все делать аккуратненько вот они лежат прямо перед глазами винтики беру подлиннее в ущерб весу на граммулечки так прикручу чтоб долго откручивались ну как бы на герметике не страшно они должны и так сидеть хорошо здесь тоже все в резиночку поэтому без энтузиазма я начинаю сомневаться не нарушил ли я последовательность сейчас сейчас притяну где-то у меня был ключик наверно ботовский волшебный вот он как раз под камерой здесь все резиновое без каркаса поэтому аккуратно-то аккуратненько не перетягиваю Андрюха можно тебя попросить развернуть получится у тебя аккуратненько да 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 поворачивай поворачивай смелее и опирай на морщик вдвоем всегда веселей ну вы абсолютно спокойно можете это один сделать но вдвоем всегда веселей во-первых есть что обсудить за рутиной работой главное что друг другу не отвлекать мы то можем отвлекать потому что мы руку набиваем наши ошибки будут контентом их будут все обсуждать а здесь он сделан на два витка больше или два витка меньше чем надо здесь все в резинку упирается поэтому резьбовой фиксатор он просто вот вы вкрутили в резинку и все там вы вылетел и все разбилось и ничего не помогает так винты стоит самое ответственное то что как бы необходимо сажать на не на герметик на красный я прям даже не знаю вот это по идее все нужно сажать на втулочный герметик однозначно попробовать на силиконовой сажать открутятся они не открутятся вот тоже не подскажу ну раз уж давайте попробуем на силиконку да давайте попробуем на силиконку сейчас только наживляем и потом надо будет технично все это обтянуть силикон у нас встанет по идее здесь все надо на резьбовой герметик обязательно резьбовой фиксатор а я здесь сажаю все на силиконку посмотрим чем не это укнется здесь настолько все рассчитано это не как в этом в супиксе здесь все точненько то есть я уверен что если здесь я даже затяну на другую сторону перейду и там все равно все хорошо затянется ну потому что все хорошо сделано с инженерной точки зрения давай у супикса все сделано с практической точки зрения хорошо надо как автомат калашникова подогнал подточил сделал я вот там отверстие которое в мотор колесо от шланга заходит не заткнул герметиком вот что у меня вызывает но она вроде в роли сапуна выступит на самом деле потому что там долгий проход через оси а там сапун сапун потому что там температура расширяется воздух туда выходит сюда выходит туда обязательно они с даже андрюха на этих колесах дырявых они сами сапун делали они делали сапун чтобы прямо в мотор колесо он выходил то есть чтобы не через подшипник засасывался и высасывался влажный воздух понимаешь то есть то что я не заткнул герметиком провода которые в ось заходят это как бы с одной стороны плохо а с другой стороны это как бы сапун там же колесо разогревается воздух расширяется выходит колесо остывает воздух заходит если нет сапуна это все происходит через что через подшипник и получается что через смазку в подшипнике постоянно прокачивается мокрый воздух если эксплуатация происходит во все погодных условиях и получается беда ржавые подшипники или как там было у фантомаса написано да 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 кстати у фантомаса перестали эти факи появляться ну все спокойно не 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 и мне уже слушай даже не возникает желание диск поставить за то что по проезжей части проехался ставлю без желания нет я ставлю лайк а потом блин он на проезжую часть выскакивает я елки-моталки но компенсируется да конечно иногда так чтобы от этого никто не пострадал посреди шестиполосного бульвара с третьего ряда то напрямо нормально все можно иногда друзья момент затяжки здесь у этих винтов я прям даже надо динамометрический ключ я не знаю потому что блин и хотелось бы вот смотрите здесь вот этот алюминиевый радиатор который идет по всей стенке он является как бы усилителем этой стойки еще хотелось бы с той стороны видеть то же самое но вот момент затяжки какой мне нужно чтобы был равномерный момент затяжки до усеру но равномерный потому что я вот прикрутил 1 2 хоп вот эти не страницу допустим а эти хоп появилась тут свобода появилась будет сильный момент затяжки будет все трескаться будет слабый момент затяжки тоже будет трескаться должно быть что то такое я надеюсь что герметик здесь компенсирует да давай андрюха разворачиваю я там потяну а или давай я здесь мы за ну да нужное место андрюха что ли да серьезно еще что нужно видите что я делаю да да как другие скажут залез херней пострадал закрыл что тебе там серия подсказала даже да бог его знает ценную информацию какую-то выдала обычно она просто не может ничем помочь а тут прям помогла даже там винтики подтянем раз хотелось бы да чтоб стаканы конечно были чтоб затягивать их можно да ну чтобы они были какие-то алюминиевые что ли для пластик это прекрасно конечно но сделайте так чтобы он не разрушался тогда сделайте его каким-то волокнистым ну говорю как корпус у пистолета глок или у ножа глок хороший же там пластик используется как у фискарса есть пластики отличные хорошие пластики твердые да не просто твердая еще и это ударопрочные как вот рукояти для нашей этом абэс пластика да 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 все что ли тут быстрее получилось ну я с каждым разом конечно будет быстрее ангел опыта же набираемся давай сейчас еще раз для опыта снаружи наношу чтобы не было желание у него скрутиться лучше делать на столике который позволяет работать выпрямленном состоянии вот и вопрос задал и у меня сомнения ой два три четыре и опять таки какая температура кругом пластик расширяется сильнее это значит что в минусовой температуре да что-то сократится и сыграет в минусовой он еще и хрупкий ну как бы да поэтому здесь моменты должны быть такие крепеж должен быть вообще не чисто через металл или пластик но должен быть какой то такой амортизатор должен быть какой то ну что друзья с этой стороной все можно переворачивать на ту сторону подключать плату он что там специально шумит нам здесь уже час ну нет он не создал не создал по недоумию так здесь друзья у нас провода самый короткий желтый синий на фотке я конечно посмотрю но вот сейчас пока надо прикрутить вот эти раз два три без вариантов фух как тихо стало сюда надо резинку поставить сюда надо герметик залить у тебя лимонады закрыли? классы есть должны классы быть сделаем паузу хочешь на колесе съездить? за лимонадом ну давай сейчас съездим тогда надо будет все это вот ну мы занесем и все занесем сейчас съездим то есть все равно надо узнать? да? тебе все равно надо ехать в магазин? все равно надо ехать 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 зависимость только что на весь мир прославил да не сказал даже про это я сказал у нас россия не знаю как у вас других странах у нас во сколько про перестает продавать алкоголь а поскольку я законопослушный гражданин я не хожу по рекам которых продаются даже после этого поэтому нигде не продает сахара тут меня спасло день алых парусов был я еду заезжаю пятерку а нет как моя пара пиво праздничный день они продаются и что мне я еду и за вижу магазин и со мной здорово все люди я понимаю что они меня знают я здрасте говорю купить я понимаю что они знакомы этих магазинах купить а там уже без одной минуты но постороннему чайку вряд ли продадут не то сказали все свой все нормально все хорошо а с рынка здесь тоже здесь же все а это как это называется да это зубная паста это казанский герметик я никогда не понимал казанский казанский герметик до льву привет который в казани да на колеснику казани казань казань брал авто герметик типа как резина становится но такой же силиконовый просто он белый он же такой же силиконовый просто белый и вот здесь эту штуку я тоже ставлю тоже уплотняющая как бы штучка предназначен для устранения течи антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных пробковых и резиновых прокладок достойно главное что он текучий такой вот видишь я его туда хоп и он затем а как я его разболтаю вот и мне скажи а вот я тоже не знаю активный недостаток такой такое чувство как будто на компоненты да он распался на два компонента это василий когда приезжал я ему на крошки вот тоже залил подшипник этим герметиком да вроде сомнениями и конечно отношусь я правильно поставил или нет раз уж начали про герметики дайте я почитаю про твою эту морскую пасту там или когда морскую смазку по-русски есть универсальная смазка для корабельных и лодочных механизмов также для механизмов соприкасающихся с пресной и соленой водой и воздухом содержащим или содержащим соленую пыль соленую соляную соленую 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 это не до соленая пыль соляная через я тем более написано тут уж не ошибешься соляную пыль тогда в кое-то веке они хоть переводы переводят хоть как длительный срок службы стабильное старение только холодной горячей соленой воде соответствует спецификации на то g460 на тот соответствует то есть натовский продуктам и здесь ай-яй-яй-яй-яй не допускает смешивание с другими аналогичными продуктами про состав немножечко здрасте можете пройти сейчас пройдите прямо вот напротив труба видите справа кафешка поверните налево и вдоль здания сзади пройдите будет предпоследие дверь на туалет прочти-прочти мне вот здесь понравилось знаешь что я сейчас резинку поставил она не сходится вообще не сходится блин я думаю как так ну найт будет только что хвалил что все хорошо а тут не сходится кстати вот я винт ставил сюда а он короткий а сюда нужен длинный косячок во время исправленный и записанный на видео косячкой таковой не является считывается как опыт про состав тут ничего не дели написано даже интересно сюда винты идут длиннее длинные винты сюда идут не короткие то что я поставил туда не подходит сейчас один выкручу этот кручу надеюсь что вроде плотненько встал даже по не продавил ничего никуда поэтому без излишнего делаем энтузиазма вот такие винтики туда по под меньше вставляем по длине и по длине и по длине и по длине и подтянул подтянул герметик говоришь перемешать помять может быть помять надо то что он все проходит туда и проходит проходит и проходит сейчас он никак заблокирует там колесо текучий очень поэтому вот сейчас я а по жидкое выдавлю наверное чуть-чуть густое пойдет белое вот такое здесь все стоит 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 все хорошо здесь заблокировал дальше надо прикрутить просто винтик и фазные провода прямо пройдите вот до надписи вас а к видите с правой стороны поверните налево и предпоследняя дверь будет здание это уже как матрица дежавю сбой программы так ну что у нас осталось найти чрезвычайные винтики сколько этих чрезвычайных винтиков я здесь открутил как мне отличить их от тех винтиков которые мне нужны фазных так от тех фазных очень просто отличить потому что они эти винтики без герметика а эти с герметиком соответственно берем винты берем отвертку которая подходит под эти винты и нам нужно мне нужно прикрутить фазные фазные провода кстати вот можно посмотреть здесь насколько смотри андрюха а не 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 это просто герметику лиц я думал они оплавились контента не получилось вид замыливания кальция кальциевые смазки у нас какие бог его знает да позор на мою голову в книжке к мою книжках можно посмотреть меня высшему образованию учили в библиотеку ходить если вопрос есть это все неправильно теперь можно в интернете да не делу меня учить фазные провода самые ответственные блин все что тут есть лучше чтобы они вообще проходили таким образом чтобы ничего не грелась каким-то образом они должны здесь проходить до и когда затягиваем чтобы резьбу никаким образом сорвать невозможно было просто уж видите такие хлипенькие вообще триндец а должны быть мощные супер мощные должны быть винты во винту из маски это солидол солидола а это кальцевая или какая тоже кальцевая значит солидол по факту получается так вот андрюха сходил уже в библиотеку стал уже умнее сразу хоп-хоп хотя вот есть есть еще какие-то витиевые кальция это чтобы запутать уже тех кто грамотный кто в библиотеку ходит написано чисто кальцевая значит солидол здесь на фазных проводах важно понимать что чистота контакта должна быть хорошая поэтому вот эту всю разборку нужно сделать до того как вы обработали жидким диэлектриком никак не после и аккуратно вот я сейчас отвертку поставил если там был какой-нибудь микрик я бы его сбил и здесь конечно не хватает стоп а какой у меня точно и правильно все делают правильно ли я все делают что-то у меня такое ощущение что желтый проводочек то у меня длиннее чем коричневый вот смотрим в картинке которые я сделал когда разбирал колесико чтобы убедиться в том что я все делаю хорошо надеюсь что я все это фотку вот фоточка пути пути это фоточка еще с платой вот бесплаты и так коричневый и желтый самый короткий вот насколько удобно фотки делать так и осталось еще у нас 1 1 винтик и магазин надо съездить за классом ну за напитками пока не поздно а за какими мы поедем наверно в океи поедем без разницы до пятерочки проще просто по дорожке ну 10 часов мне нужно только для того чтобы сегодня если все будет успешно отметить сказать ну если это до десяти часов что считай что уже не успешно отвечать ничего короче там подкрутил там подкрутил она разогреется же собака расширится еще вот эти клеммы вообще неэффективные друзья уважаемый на им вот не надо использовать эти кремы здесь подвинуть закручены 2124 да вижу сейчас как раз поставлю чтобы зарастала 1 2 полчаса в гости не делайте так как я добавил чуть-чуть казани в американскую штуку ну что на свежем воздухе оставим не испаряться да лучше дать время ему встать сейчас какое-то чтобы оно не потекло и все равно надо гидроизоляцию делать все так что я сейчас беру колесико за нашу в помещенец а мы съездим за лимонаде ком и продолжим вот так вот я сделал многовато я конечно герметика на сандалил туда надеюсь это не критично